Меня бесит. Вот я пью медицинский спирт, закусываю докторской колбасой, а здоровье все хуже и хуже. СБУ арестовали Лукашенковского агента КГБ. В средствах массовой информации заговорили о передаче власти в Беларуси. Пригожина пытались ликвидировать, а российские пропагандисты уже начали извиняться. Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Россию снова атаковали дронами. Есть сообщение, что на границе с Украиной регионы России ночью атаковали дронами. БПЛА были замечены в Белгородской, Брянской, Курской и Смоленских областях, граничащей с Беларусью. Беспилотники пытались атаковать объекты топливоэнергетического комплекса. В России заявляют, что почти все сбиты и потерь нет. Однако сливы перехваченного разговора говорят об обратном. Веры в средства массовой информации Российской Федерации и Беларуси просто нет. Весь интернет пестрит взрывами и атаками, а они продолжают утверждать, что все в порядке. СБУ задержали агента Лукашенковского КГБ в Ровенской области. По сведениям СБУ, гражданин Беларуси в начале полномасштабной войны был завербован Лукашенковским КГБ. Он следил за перемещением украинских войск на границе с Беларусью и передавал данные в Минск. Задержали агента при очередной передаче данных. Тут уже не отмажешься. Лукашенко влип по самые уши. Международные СМИ пророчат Беларуси начало процесса передачи власти. Причиной является ужасное состояние здоровья Лукашенко. Вчера в срочном порядке в Минск прибыл Патрушев, глава ФСБ Бортников и разведчик Нарышкин. Ожидается экстренный созыв Народного собрания. Поскольку сменщика нет, разные группы свиты, узурпатора и верхушка России предлагают следующие кандидатуры. Шейман, Несникович, Головаченко, Качанова и Заси. Со стороны диктатора принимаются попытки выдвинуть на главный пост страны своего сына Виктора Лукашенко. Однако это не означает, что планом суждено исполниться. Лукашенко сделает все, чтобы удержаться у власти. Не забывайте еще про Народное собрание, которое руководит Конституционным судом. Где его должность в прямом смысле слова прописана. Первый президент только может стать главой этого самого собрания. А это самое собрание будет регулировать все другие органы власти. То есть даже если фактически или технически Лукашенко покинет пост президента, власть у него все равно останется. Власть и влияние. А значит ничего по факту не изменится. Задолженность белорусов перед банками достигла почти половина бюджета всей страны. То есть чтобы вы понимали, половина бюджета это закредитованность белорусского народа. И в большинстве своем эти кредиты берутся на еду в виде карт халва и подобной хрени. Общая сумма задолженности жителей Беларуси перед банками достигла рекордных 17,5 миллиардов рублей. Это почти половина годового бюджета страны. Огромное количество белорусов живет за чертой бедности. То есть это те самые люди, которые в большинстве своем кредитов не брали. Остальные, я говорю про средний класс, так или иначе пытаются хоть как-то выжить. Ну а все остальные, чиновники и лукашенковские бандиты, они в кредитах не нуждаются. А если и берут эти самые кредиты, то берут под минимальный процент. Средний класс все погасит. Соловьев в прямом эфире своего ТВ истерит о том, что российские города начали утюжить. И тут все интересно. Ведь когда утюжили украинские города, они хлопали в ладоши и радовались. Теперь возмущаются. Почему я не понимаю, если они хотят войну, им нравится эта война, то почему они возмущаются тому, что сейчас по их городам атаки начались? Ведь это было неизбежно. Чтобы победить в войне, так или иначе, нужно разбудить людей внутри страны. Я говорю сейчас про Россию. И эти атаки для этого и служат. Пока люди не встанут и скажут, хватит. Только они должны говорить, не Украине хватит, а своему правительству хватит. И тогда все остановится и прекратится. Россия отдаст территории Украине, которые принадлежат Украине, и никакой войны не будет. Пока это люди не осознают, херачить дроны будут до талого. Я в бешенстве. Красивый русский город, находящийся на нашей земле, утюжат всякая нацистская сволочь. И мы на полном серьезе говорим, ну они попытались там туристическую атаку на Белгородскую область, и у них не получилось. Да все у них получилось. Они превратили жизнь жителей Шибыкина в чистый ад. Пригожин заявил, что Министерство обороны Российской Федерации попыталось уничтожить ЧВК Вагнер. Он рассказал о том, что провокаций со стороны украинской не было. А вот по отходу ЧВК Вагнера обнаружили заминированные дороги, поля и тонны тротила, которые предназначались для ЧВК Вагнера. То есть, Министерство обороны запланировало ликвидировать тех, кто почти год воевал в их войне. Вы просто представьте, что они будут делать с россиянами и мобилизантами. То же самое, как мясо. Что это было? Мы предполагаем, что это была попытка публичной порки. Белорусские пропагандисты снова рассказывают о том, что Европа голодает. Европейцам приходится все больше тратить на еду. Об этом говорят результаты исследования. В Италии цены на спагетти и другие макаронные изделия, составляющие основу рациона жителей страны, за год выросли почти на 17%. В Германии крупнейшей экономики ЕС молочные продукты подорожали на 40%, а картофель на 14%. В Нидерландах почти на 80% стал дороже сахар. Всего же стоимость основных продуктов в стране только за 6 месяцев подскочила на 15%. В Великобритании ситуация оказалась намного хуже, чем в других странах Западной Европы. Здесь цена на простой белый хлеб в течение года возросла на 28%. И все это делается для того, чтобы отвлечь внимание простых граждан Беларуси от собственных проблем. Поверьте, Европа не голодает. По сравнению с тем, что происходит в Беларуси, Европа в масле с шоколадом купается. И это факт. Есть свои проблемы, их миллиарды. Но то, что происходит в Беларуси, по сравнению с тем, что происходит в Европе, это вообще другой уровень. Поэтому белорусская пропаганда отрабатывает именно то, что витает в воздухе и в умах простых белорусов. Белорусские пограничники записали видео про борщ. Я об этом уже рассказывал. Украинские пограничники ответили и дали послушать им немного музла. Если хотите послушать полную новость вместе с музыкой и словами, я оставлю ссылку в описании на наш телеграм-канал. Здесь авторские права, скорее всего, не пропустят. Макрон заявил, что Лукашенко планировал вступить в НАТО еще в 2020 году. Дело в том, что Лукашенко попирал все немыслимые и мыслимые законы. Поэтому он не рукопожатный, но он планировал вступить в НАТО. Макрон заявил, что, в общем-то, Европа его толкнула к России, так как ввела санкции и порвала с ним отношения. Ведь по-другому поступить было нельзя, ведь он убивал простых граждан Беларуси. Лукашенко не гарант безопасности нашей страны. Лукашенко узурпатор власти. Он, может быть, и хотел вступить в НАТО, потому что дохренища кредитов набрал у России, высосал все, что было ему нужно и искал защиту с европейской стороны. Единственное, что он просчитался, что если договариваться и работать с Европой, не прокатит с автоматом по городу бегать. Вот и получилось то, что получилось. Теперь Лукашенко медленно, но уверенно продает нашу страну. А делить страну приезжают люди из Российской Федерации и определяют, кто там будет руководить. Вот она, независимость, Лукашенковская. Российские пропагандисты начали извиняться. Ну, как извиняться? Они, в общем, начали рассказывать о том, что это тактика такая, тактика путинского кунг-фу. Ну, то есть, короче, получать пизды и делать вид, что вы сильны. Ну, примерно так. Я оставлю весь видеоряд, чтобы вы внимательно послушали и осознали всю ситуацию. Российская Федерация. Вторая армия мира. Рассказывает о том, что ее бьют не потому, что она не справляется в войне против Украины, а потому, что это тактика кунг-фу. На что-то это очень похоже. Напишите в комментариях, с какого фильма похожа эта фраза. Длительное время занятием с восточными единоборствами у Путина я сегодня прихожу к выводу, что он действует по принципу кунг-фу. Когда ты сильный, кажись слабо. Это логический клич. Все понятно. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политически заключенных и оставайтесь с нами. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока!